Уважаемые друзья, я продолжаю серию открытых лекций на 13-й школе экономического анализа, проводимой Ассоциацией независимых центров экономического анализа в сотрудничестве с Институтом экономики Казанского федерального университета и Башкирского государственного университета, который подключается по каналам онлайн. Я Климанов Владимир Викторович, и мне сегодня предстоит вам рассказать лекцию, посвященную бюджетной политике в эпоху пандемии. Мы будем говорить о бюджетной политике, которая проходит как на уровне страны, на глобальном уровне, так и на уровне регионов и городов. Вы уже слышали лекции, я обращаюсь к тем, кто смотрит за публичными лекциями школы экономического анализа, которые проходят последние два дня. Уже слышали лекции о развитии регионов в условиях пандемии, городов, о том, какие меры антикризисные предпринимаются в республике Татарстан. В этой связи моя лекция будет пересекаться с теми материалами, которые уже прозвучали, но я думаю, что все-таки будет развивать и какие-то новые другие идеи. Буду говорить о бюджетной политике, той политике, которая связана с понятием бюджет. Наверное, вы из разных курсов и вообще из жизни понимаете, что такое бюджет, но я буду говорить только о бюджете государственном. И бюджет – это то, что является формой образования и расхода, денежных средств для различных государственных нужд. Можно говорить, конечно, о бюджете семьи, предприятий или о личном бюджете. Я буду говорить только о государственном бюджете, причем на всех его уровнях. Понимаю, государство очень широко, всю цепочку органов государственной власти или органов публичной власти. Буду говорить об этом. И мы понимаем, что бюджет, даже в том определении, которое существует у него формально, что это форма образования и расходования денежных средств, бюджет имеет две стороны. Соответственно, доходы и расходы. И поведение обеих этих сторон в условиях кризиса оказалось тоже очень неординарным. Кроме того, говоря вот о том, что бюджетов существует на разных уровнях государственного управления, мы понимаем, что бюджетов в одной стране даже существует достаточно много. Но есть федеральный бюджет, есть региональный, местный, есть еще вдобавок ко всему в нашей стране, по крайней мере, бюджеты государственных небюджетных фондов. И они образуют какую-то единую систему. Они все действуют по единым правилам, по единым нормам законодательства. И поэтому мы как раз и говорим о том, что существует бюджетная система страны. Есть она и в нашей Российской Федерации. Вот мы будем говорить об этом, о том, как работать с этими бюджетами на разных уровнях в условиях пандемии 2020 года. Если говорить о том, что такое бюджетная политика, то бюджетная политика – это всегда действия, которые проводятся государством и на разных, опять-таки, его уровнях, и которые нацелены на реализацию необходимых задач по финансовому обеспечению, экономической политике. Я здесь привел одно из определений классика в сфере государственных финансов. Мазгреева сказано еще несколько десятилетий назад, больше, чем полстолетия назад. И привожу примеры, которые сейчас в определении бюджетной политики есть просто банально в руководствах деятельности органов власти на федеральном уровне. Мы видим, что задачи бюджетной политики очень активно пересекаются с задачами и экономической, и социальной политики, и как раз и нацелены на то, чтобы эти задачи были финансово обеспечены. Несколько все-таки в начале таких, может быть, банальных вещей, связанных с построением бюджетной системы, работой с бюджетом, организацией бюджетного процесса, принципами, на которых строится бюджетная система. Наверняка многие это проходили в разных учебных курсах, связанных как раз с бюджетом или с государственными финансами, с финансовым управлением. Поэтому все-таки какие-то вещи я повторюсь, чтобы потом перейти к конкретике текущего момента. Ну вот уже сказали, что бюджеты формируются на разных уровнях. Но вот я даже на этом слайде слово уровни бюджетной системы привожу в кавычках, потому что на самом деле ранее признавалось, что даже в нашей стране есть три уровня бюджетной системы, федеральной, региональной, местной. Но на самом деле их даже может быть и больше, поскольку на местном, по крайней мере, уровне, на уровне органов местного самоуправления может быть вложенность бюджетов поселений в бюджеты муниципальных районов. Может такое наблюдаться. Может быть пересечение несколько иным. И в этой связи, поэтому говорить о том, что у нас точно три уровня, как раньше было написано во многих учебных пособиях и было даже раньше закреплено в законодательстве, ну не совсем точно, не совсем корректно. При этом Российская Федерация, соответственно, сейчас выстраивает новую систему, единую систему органов публичной власти. И нужно сказать, что вот эта вот завязанность бюджетов между собой, федеральных, региональных и местных, она является в том числе одной из основ построения единой системы органов публичной власти в нашей стране. При этом, раз мы говорим о том, что бюджеты формируются на разных уровнях, то бюджет является необходимым атрибутом публично-правовых образований. Такого особого субъекта права, под которым понимается Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования. Именно они, кстати говоря, являются очень часто субъектами этой самой бюджетной политики. Они являются субъектами, как ни странно, межбюджетных отношений, если говорить точно, правоведчески, корректно и верно. То есть это, как бы мы говорим, не то, что глава какого-то региона, например, приехал в федеральный Минфин и ведет переговоры о предоставлении каких-то межбюджетных трансфертов региону из федерального бюджета. А это ответственные представители данных публично-правовых образований, каковыми является субъект Российской Федерации и, соответственно, сама Российская Федерация, ведут какие-то выстраивания каких-то взаимоотношений между собой в бюджетной сфере. И в этой связи вот эта необходимость, атрибута бюджета для публично-правового образования является и необходимым и достаточным таким требованием. Нет публично-правовых образований без бюджета и наоборот. Если уж оно есть, то должен быть бюджет, который принимается законом, исполняется исполнительным органом власти, по нему формируется впоследствии отчет, и этот отчет также утверждается законодательно. В этой связи вот это требование очень важное. Есть понятие консолидированный бюджет, я его тоже буду впоследствии несколько раз использовать, но это в отличие от бюджетов, о которых мы говорили только что, федерального, регионального и местного, и еще там бюджетов государственных небюджетных фондов, пенсионного фонда медицинского страхования и соцстраха. Консолидированный бюджет — это некая расчетная просто величина. Это фантом, если хотите. Его никакой законодатель не утверждает, он не существует в каком-то там утвержденном виде, но это необходимая вещь для разного рода расчетов. Мы должны понимать, сколько средств реально есть на этой территории для исполнения государственных каких-то потребностей и задач. Поэтому консолидированный бюджет — это свод бюджетов на определенной территории, без учета межбюджетных трансфертов, которые возникают внутри этих бюджетов. Соответственно, бюджет, например, республики Татарстан — это то, что утверждается законодательно, то, что существует в виде бумаги, а консолидированный бюджет республики Татарстан — это свод этого самого республиканского бюджета и местных бюджетов городского округа Казань, городского округа Набережные Челны, разных муниципальных районов, там Чистопольского, Верхнеуслонского, еще каких-то, которые входят в состав республики. И вот этот свод этих бюджетов и представляет собой консолидированный бюджет. Может быть, многие из вас это знали, но поскольку не все как раз специализируются на данном направлении, я думаю, будет полезно иметь вот такую общую информацию о понимании бюджета. Мы уже упомянули о том, что есть понятие межбюджетные трансферты, я несколько раз о нем говорил, потом буду опять говорить о нем более чаще, но это некие средства, которые, собственно, из одного бюджета в другое передаются. Да, они и называются, поэтому, межбюджетными трансфертами. Очень простое такое, казалось бы, определение, но иногда вызывающее на самом деле сложности, потому что из одного бюджета в другой средства могут переходить, ну, скажем так, в разной форме. Они могут быть там не только безвозвратными, но и возвратными, как бюджетные кредиты. Они иногда могут возникать в результате разного рода возвратов и так далее. И поэтому вот не всегда даже до конца понятно, какова совокупность этих трансфертов. Но о них поговорим еще. Еще пара буквально базовых вещей о бюджете и бюджетной политике. Бюджетная политика строится на определенных принципах. В нашем бюджетном законодательстве есть перечень принципов, на которых строится бюджетная система страны. И, соответственно, политика, которая формируется по отношению к ним, должна учитывать эти принципы бюджетной системы. Их чуть более дюжины, и некоторые из них более-менее совсем понятны. Но есть в том числе и принцип единства бюджетной системы, подразумевающий связь существующих бюджетов. Есть принцип самостоятельности бюджетов. То есть бюджет федеральный и региональный – это те вещи, которые принимаются соответствующими органами власти. И имеют самостоятельные и доходные источники, и самостоятельные направления финансирования расходных обязательств. В этой связи важен принцип разграничения доходов и расходов бюджета, равенства бюджетных прав субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Есть принципы, связанные с такими технологическими вопросами, например, принцип полноты отражения доходов и расходов бюджета. Все, что финансируется за счет государства, подлежит упоминанию в расходной части бюджета. Все источники доходов, которые идут на решение государственных задач, должны формироваться в его доходной части. Есть принцип сбалансированности бюджета. Это тот, который как раз очень сильно пострадал в условиях, или, как сказать, получил новую окраску в условиях кризиса, который подразумевает, что нужно стремиться, чтобы доходы и расходы между собой были сбалансированы, то есть близки друг к другу. Если этого не возникает, то возникает соответствующая разница в виде дефицита или профицита бюджета. И здесь есть некоторая особенность, которая говорит о том, что на самом деле сбалансированный бюджет должен быть не только не допуская дефицит, то есть превышение расходов над доходами. Ну и профицит является не всегда полезным моментом, который говорит о том, что как же так? Государство зачем-то изъяло эти средства у бизнеса и населения в виде налогов, получило их в доходы государства, а не нашло, на что их потратить. Неужели у государства нет нерешенных задач в виде социальных выплат, в виде строительства или реконструкции дорог или каких-то иных объектов, в виде решения задач по обеспечению правоохраны и обороны и так далее, и так далее. Поэтому сбалансирован бюджет должен быть и в ту, и в другую сторону. Но в условиях кризиса понятно, что возникает ситуация, когда бюджет становится несбалансированным с точки зрения наращивания его дефицита, то есть превышение расходов при отсутствии должного обеспечения в доходной части. Есть несколько принципов, которые связаны тоже с управлением бюджетными средствами. Один из них – это принцип эффективности использования бюджетных средств. Если уж что-то мы тратим из государственного кармана, то нам нужно добиваться того, чтобы эти деньги тратились эффективно, то есть достигали максимального результата при возможных объемах средств. Кстати говоря, там есть некоторые нюансы, о которых не буду останавливаться, но интересно, обратите на это внимание. Всегда есть спор о том, что такое эффективно. Так вот, в бюджетном принципах само слово «эффективность» даже трактуется двояко, как сочетание экономенности и результативности в расходовании бюджетных средств. Есть принцип прозрачности и открытости бюджета. Для всех можно сказать, что бюджет – это публичный документ. Он доступен для всех, и поэтому мы можем в нем найти информацию о самых разных видах и доходах, и направлениях расходования. Это очень часто становится неудобным для многих органов власти, которые считают это избыточным таким принципом. Но, тем не менее, принцип открытости и прозрачности подразумевает как раз именно это. Есть несколько еще других принципов. Вы понимаете, что именно на них и строятся, соответственно, те действия, которые органы власти проводят, реализуя свою государственную политику. И реализация вот этих принципов, реализация самой политики идет через такой немного занудный, я бы сказал, циклический воспроизводящийся процесс, в котором идет сочетание или последовательное отражение сразу нескольких действий. Мы всегда говорим о том, что бюджет существует и как документ, причем документ самого верхнего уровня, принимаемый на всех уровнях, только законодательно. Я, кстати говоря, не находил нигде даже в международной практике, чтобы бюджет не принимался законом. Это, возможно, его необходимый элемент. Хотя не исключаю, что в каких-то, может быть, монархиях или каких-то других государствах где-то может существовать какой-то другой принцип принятия бюджета. Но нет, бюджет всегда принимается законом, после чего он отдается на исполнение органам власти исполнительным, то есть правительством, кабинетам министров, местным администрациям на муниципальном уровне. И там, собственно, происходит то, что связано с такими текущими задачами, которые решаются. Но до того, как бюджет утверждается законодательно, он, опять-таки, разрабатывается. Разрабатывается в проекте, составляется, потом рассматривается на разного рода каких-то совещаниях или, как сказать, по разным процедурам, после чего утверждается, исполняется, после чего формируется по нему отчет, когда уже, собственно, бюджет исполнен. И этот отчет, опять-таки, утверждается законодательно. Я, кажется, нарисовал такую цепочку последовательных действий, и тут, кажется, все понятно. Вот эта цепочка этих таких действий по работе с бюджетом носит название «бюджетный процесс». Но нет, бюджетный процесс, честно говоря, несколько более сложное явление. Там некоторые действия проходят не последовательно, сменяя одно другим, а, во-первых, накладываясь одним циклом на другой. То есть мы, находясь вот там сегодня, 22 октября 2020 года, с точки зрения, например, федерального бюджета, мы одновременно находимся и на этапе исполнения бюджета 2020 года, и утверждение бюджета 2021 года. Он находится уже на обсуждении в Государственной Думе. Через неделю должно состояться первое чтение проекта федерального бюджета на 2021 год. То есть один цикл наложился на другой. А с другой стороны, мы понимаем, что бюджетный процесс помимо вот этого наложения циклов одного на другой, еще вдобавок ко всему имеет такую особенность, связанную с тем, что там есть действия, которые происходят параллельно, а не последовательно. Это если вы знакомы с проектным управлением, или вспомните даже школьный курс физики, а не геометрии, то вы можете понять, что бывают параллельные действия, а бывают последовательные, как в электротехнике или как в проектном управлении. И, соответственно, здесь точно так же. Помимо действий, связанных с бюджетом, еще возникает целая череда действий, которые касаются осуществления контроля, контроля, причем он может быть как предварительный, так и текущий, так и последующий, то есть идти параллельно другим циклам бюджетного процесса. Здесь возникает действие по осуществлению организации бюджетного учета, разного рода технологические операции, которые должны обеспечить другие циклы бюджетного процесса и так далее. И поэтому бюджетный процесс – это очень сложный такой конгломерат, который технически выполняет реализацию этой самой бюджетной политики на пошаговых действиях. Пожалуй, я сказал, каких-то общих вещей уже избыточны, и поэтому хочу перейти в своих выступлениях как раз на попытки переосмысления бюджетной политики текущего года. И здесь мы сталкиваемся с тем, что, говоря о бюджете, мы все-таки иногда используем другое терминологическое действие, связанное с понятием государственные или общественные финансы. По-английски термин «public finance» будет заменять наш немножко такой правоведческий странноватый термин «государственные и муниципальные финансы», если быть совсем корректными. Поэтому иногда можно говорить о государственных финансах или об общественных финансах, в общем, говорим все об одном и том же. Здесь есть разные тоже уровни, как и с бюджетом, и я бы еще добавил уровень глобальный, потому что его тоже нельзя избегать. О нем на самом деле, может быть, мои коллеги расскажут в других лекциях более подробно, но понятно, что он тоже есть. То есть есть какая-то мировая финансовая система, там нет единого утвержденного бюджета, но тоже есть какие-то взаимосвязи между этими самыми государственными финансами в разных странах. Что мы видим? Ну, не секрет, что сейчас, 20-й год, экономически очень сильно ударил по экономике и, соответственно, по бюджетам тоже. Доходы бюджетов многих стран, очевидно, сократились. И это при том, что при падении доходов страны не могут столь же одномоментно отказаться от существующих у них расходных обязательств. Вообще-то, как раз в законодательстве даже более часто используется термин не расходы, а расходные обязательства, говоря о вот этой второй стороне бюджета. И само понятие расходные обязательства, оно как бы уже накладывает понимание того, что государство кому-то что-то обязано. Причем оно обязано, понятно, в первую очередь своим гражданам, а во вторую очередь бизнесу, ну или представителям бизнеса, представителям, опять-таки, гражданского общества и так далее. В третью очередь государство обязано другим государствам, международным организациям. Может быть, оно обязано своим, как ни странно, административно-территориальным единицам, регионам. Или регионы обязаны муниципалитетам. Это тоже кажется очень странным, но такое обязательство тоже есть. То есть вот эти вот расходные обязательства, которые есть у государства, они, соответственно, имеют свою сторону, на которую направлены, очень множественные. Граждане, бизнес, другие государства, другие публично-правые образования, вот тот самый термин, о котором я говорил, и им государство почему-то что-то обязано. И отказаться от этих обязательств государство очень часто не может. Вот на самом деле, если что-то написано в бюджете, я напоминаю, бюджет утверждается законом, то это закон. Законы надо исполнять. Если мы хотим каким-то образом пересмотреть что-то и отказаться от этих самых пунктов, которые написаны в этом законе, мы должны принять просто другой закон. Мы не можем не исполнять закон. Это норма общая, какая-то гуманитарная. Я даже не знаю, какого свойства. Поэтому государство, когда берет на себя расходные обязательства, оно должно понимать тот груз ответственности, который у них возникает, у него, перед самыми разными субъектами. И в этой ситуации кризиса, когда во всех странах экономика упала, вы видите, за второй квартал, где-то больше, где-то меньше, но у некоторых оно и превысило одну пятую или даже четверть волового продукта второго квартала. Доходы, генерируемые экономикой, они тоже в бюджетах сократились, а расходы, расходные обязательства сокращать не пришлось, а пришлось даже наоборот увеличивать эти самые расходные обязательства. И в этой связи возникает ситуация того самого долга, того самого дефицита, который можно было бы покрывать только за счет наращивания объемов государственного долга. Посмотрите, как быстро в этом году, например, рос госдолг США. Он рекордный и дефицит, и госдолг рекордный для не только США, но и для многих других стран. Мне очень понравилась фраза, как называлась одна из статей в журнале «Экономист». «Экономист» — это соблазн свободных денег. У государства возникла такая мысль, что раз у нас нет возможности покрыть наши расходные обязательства доходами, мы можем влезть в долг еще больше, и наш долг будет составлять суммы, равные вообще годовым объемам волового внутреннего продукта. И, соответственно, сейчас, вы можете посмотреть на любых каких-то интернет-источниках, существует масса каких-то панических иногда, иногда содержательно таких аналитических статей, говорящих о том, что никогда такого госдолга в мировой практике не было. Государства так сильно залезли в долги, что что будет дальше, никто пока, очевидно, сказать не может. Еще одним таким вот неожиданным элементом на мировом уровне с точки зрения государственных финансов и вообще формирования бюджетной политики, то есть мы же должны понимать, какой у нас объем будет сгенерирован доходов, насколько большой нужно формировать объем антикризисной поддержки бизнеса. Так вот, на глобальном уровне, так же, как и в нашей стране, на самом деле, возникла сложная ситуация с предсказанием и формированием этой самой политики. То есть политика должна основываться на каких-то достоверных источниках, формироваться бюджетная политика. Я вот там не упомянул, один из принципов бюджетной системы это принцип достоверности бюджета, он должен быть достоверен, то есть он должен на что-то опираться точное. Ну, одно из таких вот достоверных источников это экономические прогнозы, которые должны делать соответствующие, даже уполномоченные органы государственной власти в виде экономических ведомств на федеральном уровне, это Министерство экономического развития у нас в нашей стране, в других странах такие есть. Мы должны опираться на какие-то прогнозы, которые на чем-то основаны. Но смотрите, какая интересная ситуация. Вот здесь вот я привел материалы для разных стран, как даже Международный валютный фонд, самая авторитетная, казалось бы, организация, прогнозировала падение производства мирового и постранового в июне и в начале октября текущего года. В начале лета была, прямо скажем, очень пессимистичная картина для всех, и для мира, и для нашей страны, и для других стран мира в части таких экономических прогнозов. В октябре мы стали более оптимистичными. Сейчас, как только Минэкономразвитие опубликовало вместе с проектом федерального закона о федеральном бюджете на следующую трехлетку свой экономический прогноз, он тут же подвергнулся критике со стороны очень многих экспертов в связи с тем, что в нем, как говорят, очень оптимистично заложены показатели от экономического отскока, который ожидает нашу страну в 2021 году. И на основе этого формируется избыточный объем доходов, что многими говорит о том, что это слишком оптимистично. Сейчас многие говорят, что придет вторая волна очень жестко, она ударит еще сильнее, чем первая, и экономика опять уйдет в минус. Но как можно в таких случаях, в такой неопределенности, на самом деле, что-либо прогнозировать? Ну, сложно. Как можно осуществлять бюджетную политику? Тоже очень сложно. И в этой связи, вот именно с этим нам приходится каким-то образом работать не только в нашей стране. Поэтому бюджетная политика сейчас в разных странах подстраивается под условия того, что принято называть условиями новой нормальности. То есть ситуации, когда экономические кризисы и стадии экономического подъема уже как-то незаметно переходят одна в другую. Мы иногда не понимаем, когда же закончился один кризис, и начался другой. Мы не понимаем многие макроэкономические зависимости, которые, вроде бы, написаны классические во многих учебниках, обоснованы исторической практикой. Но когда одновременно в ряде стран растет инфляция и безработица, все говорят, это нарушает тому, что нас учили в экономических вузах. Но вот некоторые явления идут как-то в разрез тому, что сейчас происходит. Поэтому предсказать как раз очень многие вещи становится сложным. Я перейду на уровень федеральной нашей страны, Российской Федерации, и буду говорить сейчас о федеральном бюджете, о каких-то параметрах, связанных с формированием бюджетной политики на федеральном уровне. И напомню вам вот интересную какую вещь. Вот смотрите, то, что я сказал, отказаться от многих обязательств очень сложно. В январе, когда в январе 2020 года, всего прошло чуть больше полугода, когда президент в своем послании федеральному собранию обозначил целый ряд новых интересных инициатив, в том числе, скажем так, которые должны были быть подкреплены финансово, никто не предполагал, что в марте ситуация пойдет в очень сильный минус и негатив. И наши ожидания строились совершенно на других принципах. Страна, Российская Федерация, в 2020 год вошла с большим объемом накопленных резервов. Наблюдался, очевидно, такой подъем с точки зрения бюджета в доходной части. И многие даже это критиковали, опять-таки, вот тот такой профицит, который образовывался. Даже глава счетной палаты Кудрин говорил о том, как же так, в 2019 год федерация закончила суммами неизрасходованных средств в 1 триллион 100 миллиардов рублей. Что это такое? То есть, как так? Плохо поработали министерства? Почему столько средств осталось неизрасходованными? Да, и в общем-то в начале года в связи с этим были высказаны новые инициативы. Вспомните, многие из них они касались повышения стоимости материнского капитала, необходимости обеспечения школьников горячим питанием, решения еще целого ряда задач социального характера. И мы даже в марте, мы, Российская Федерация, в марте пересмотрели бюджет в сторону увеличения и в доходной, и в расходной части. Но в доходной совсем незначительно, вот здесь вот суммы равные 20 и 19 триллионам рублей, да, видите такие суммы. И это при том, что мы все ожидали, что у нас будет подъем, у нас даже был пересмотренный прогноз по воловому внутреннему продукту на 20-й год опять-таки в сторону увеличения. Да, и вот с такими оптимистичными настроениями, на самом деле, еще в начале марта Государственная Дума принимала поправки в федеральный закон о федеральном бюджете, увеличивая обязательства государства. Сейчас на это мы смотрим, думаем, ну что ж, так неразумно мы вели себя. Но это вот говорит о том, насколько сложным является формирование на самом деле бюджета на любом уровне, ну вот даже на уровне вот здесь федерации. То есть, казалось бы, при благоприятных экономических условиях, при отсутствии каких-либо негативных прогнозов на ближайшую перспективу, мы закладываем повышение и доходной, и расходной части, опираясь на увеличенные прогнозы. Закладываем это, и потом оказывается, что это все не сбывается. Представляете, как сложно работать на уровне тех, кто работает вот с конкретными такими задачами, решая их финансовое обеспечение вот через законодательное утверждение. Ну, потом уже в апреле мы наблюдали снижение не снижение, а снижение действительно доходов и, соответственно, влезли сразу в дефицит, да, пусть там можно какие-то вещи такие говорить разные, но, тем не менее, это, в общем, факт, и поэтому вот это вот, ну, такую грань, как бы, найти, как, на самом деле, не превысить свои реальные возможности очень сложно. Возвращаясь как раз вот к этим стартовым условиям для Российской Федерации 2020 года, я просто повторюсь, что Российская Федерация лучше других, наверное, входила в кризис. В нашей стране объемы государственного долга не составляют столько, сколько они составляют во многих странах и Западной Европы, и США, и Японии. других стран, где объем государственного долга превышает даже годовой объем ВВП, в нашей стране этот объем долга, ну, составлял около 15%, даже меньше от нашего годового внутреннего, волового внутреннего продукта. У нас в последние годы, кстати говоря, стала относительно низкой для нашей истории инфляция, просто напомню, что вот она еще в 14-15 годах составляла у нас 11-12-9 процента, то есть вот буквально на не то, что одном поколении, а совсем вот несколько лет назад она у нас была там 11-12, а сейчас не больше там 4-х процентов в последние годы, и это тоже, ну, некоторый фактор, который позитивно влиял на как раз эти стартовые условия для того, чтобы мы смогли начать антикризисные меры. У нас были достаточно высокие государственные резервы, то есть к началу кризиса в марте объем этих резервов, которые мы на федеральном уровне накапливаем за счет избыточных доходов от нефтегазового сектора, мы специально считаем нефтегазовые доходы, есть понятие не нефтегазовые доходы, не нефтегазовый дефицит даже считается такой вот сленг какой-то, мне кажется, немножко необычный для нашей лексики, но вот накопление этих резервов в одном фонде национального благосостояния уже составляет, составляло сумму 10%, и он, кстати, в последующие месяцы даже не сокращался, а рос, но, в общем, это тоже достаточно большой какой-то объем, который позволял, может быть, в нужный момент сдемпфировать сильный удар по доходам, мы могли бы найти, наверное, источники как раз погашения образующегося дефицита за счет вот этих остатков, но при этом может быть негативным таким явлением или особым для развития страны является очень сильная дифференциация внутри самой страны, я имею в виду и в бюджетной обеспеченности различных регионов, здесь вот, кстати, приведены у меня цифры, посвященные безработице, ну, как-то, может быть, потому, что государство в любом случае в эту сферу тоже должно было обращать особое внимание, но они очень контрастно говорят о том, что ситуация в стране действительно очень разная, вот сейчас в Ингушетии безработица уже высушит 30% от трудоспособного населения в эти месяцы, а в Москве она менее трех, да, то есть, ну, вот разница в более чем в 10 раз, она задает особые режимы для формирования избыточных ресурсов, которые нужно тратить на решение задач регионального развития. В этой связи обращу ваше внимание, здесь вот я привожу уже информацию с взглядом в будущее, поскольку ее скопировал из материалов Минфины и правительства, подготовленных к проекту федерального закона о федеральном бюджете на 21-23 годы, который сейчас обсуждается, но здесь есть ретроспектива на прошлый год и оценка года текущего, как выглядит само соотношение разных уровней бюджетной системы между собой. Где концентрируются ресурсы с точки зрения доходов бюджетов? Они концентрируются прежде всего на федеральном уровне, потому что в федеральный бюджет поступало более половины доходов от всех доходов бюджетной системы, а если прибавить еще туда бюджеты трех государственных небюджетных фондов, то это семь десятых от всех доходов и менее 30% только приходится у нас на бюджеты регионов, включая местные бюджеты. Здесь появляется термин тот самый консолидированные бюджеты субъектов федерации, говорящий о сочетании региональных и местных бюджетов вместе. Если же говорить о выполнении разного рода расходных обязательств, то здесь возникает другой дисбаланс, то большая часть расходных обязательств ложится, не большая, а большая часть, есть в расходных обязательствах возникает как раз у региональных и местных бюджетов. И в этой связи нужно необходимо формировать систему предоставления тех самых межбюджетных трансфертов, они у меня здесь в сокращенном виде написаны, что нужны межбюджетные трансферты для того, чтобы сбалансировать ситуацию с консолидированными региональными бюджетами, у которых доходов очевидно не хватает на те расходные обязательства, которые оно должно выполнять. Если говорить о отраслевом взгляде на состояние нашей бюджетной системы, оно тоже очень интересно. На что вообще государство тратит деньги? На какие задачи, которые перед ним стоят? Есть здесь информация в разрезе так называемой бюджетной классификации по расходам, и мы видим некие разделы, по которым обобщается сводная информация. Эти разделы посвящены в основном отраслевым направлениям в виде образования, здравоохранения, культуры или социальной политики. Есть и разделы, направленные на финансирование или считающие финансирование национальной обороны, национальной безопасности и правоохраны. Первый раздел, который называется общегосударственные вопросы, в основном включает в себя расходы на содержание государственного аппарата, как такового, без силового блока. Но там есть и некоторые другие. Вот опять-таки посмотрим на левую колонку на 2019 год всего расходов бюджетной системы консолидированного бюджета Российской Федерации в кавычках я бы так сказал всего расходов почему в кавычках не буду объяснять, но в общем всех бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего 37% что составляет чуть более третий от волового регионального 37 триллионов рублей что составляет чуть более третий от волового регионального продукта страны тратится у нас для решения нужд государства. И в процентном отношении мы видим что здесь есть целый ряд отраслей которые съедают некую основную часть это прежде всего вопросы социальной политики до треть примерно расходов всех бюджетов бюджетной системы страны даже чуть больше идет на решение задач социальной политики но есть здесь маленькая одна вещь которую нужно учитывать именно в этом десятом разделе расходов бюджетной классификации социальная политика размещается и пенсии да то есть здесь ну добрую там часть вот этих расходов съедают пенсии которые как вы понимаете очень избыточны для или как сказать ну очень затратны и очень сложны для исполнения со стороны бюджета бюджетов на них тратится действительно огромная часть именно с этим с тем что уже давно например с 2005 года у нас не хватало средств которые напрямую шли в бюджет пенсионного фонда от работодателей которые привязывали эти платежи к заработным платам да это платежи в государственные внебюджетные фонды платит работодатели привязывая к заработной плате всего во все фонды это около 30 процентов объема фонда оплаты труда идет в бюджеты государственных небюджетных фондов так вот этих средств уже давно с 2005 года у нас если быть точным не хватало для покрытия тех расходных обязательств которые перед пенсионным фондом возникали этот дефицит первичный дефицит пенсионного фонда покрывался за счет специального трансферта из федерального бюджета в бюджет пенсионного фонда нюансы эти особые я говорить не буду но раскрывать то есть они там можно их дальше обсуждать но нужно понимать что расходы на социальную политику очень тяжелые для государства это вот средства которые нужно тратить мы не можем от них отказаться мы должны их выполнять и это огромный объем тем не менее говоря о расходах которые несет государство здесь в социальной сфере мы можем еще посмотреть что у нас достаточно большую долю также съедает и средства идущие на образование на здравоохранение на другие направления как бы социальной сферы но как это ни странно как бы нам не казалось что эти объемы очень велики если мы проведем разного рода международные сравнения то здесь Российская Федерация окажется отнюдь не на первом месте а даже и в общем не в первой там какой-то группе это связано с тем что в других странах развитых странах мира государство несет на себе гораздо больше социальных обязательств ну вы знаете это наверное по каким-то аналитическим сравнением в прессе которые есть в других странах там выше и объемы пенсии и выше расходы на медицинское там обеспечение но это очень часто создает еще больше для них проблем да и в этой связи расходы вот этого социального характера вызывают необходимость у многих государств гораздо выше поднимать уровень налогообложения чем в нашей стране здесь нигде не вытекает напрямую цифр какова у нас налоговая нагрузка да но вы можете понять что если бы бюджеты были сбалансированы а это примерно так и есть да то то что я сказал что чуть более трети у нас бюджеты все бюджеты по расходам ну и пусть по доходам составляет по отношению к воловому региональному продукту в зарубежных странах в среднем в развитых странах того что мы называем организации экономического сотрудничества и развития показатель 42-44 процентов последние годы был примерно такой да в некоторых странах это франция бельгия скандинавские страны европы объем доходов которые изымает бюджет из экономики страны превышает половину волового внутреннего продукта да почему налоговые резиденты из этих стран стремятся убежать в какие-то другие государства ну все будет в налогах да то есть многие говорят что в скандинавских странах хорошо быть или ребенком или пенсионером очень сложно работающим вот эту дилемму всегда нужно решать поэтому конечно объемы расходования средств на там социальный блок в других странах могут быть выше но чаще они выше в том числе и потому что уровень налоговой нагрузки для обеспечения сбалансированности бюджета который мы должны задать он тоже выше у нас традиционно большой блок занимает расходы на силовой блок на два раздела бюджетной системы на национальную оборону нацбезопасности и правоохрана вы видите это действительно всего там в девятнадцатом году около 14 процентов расходов но здесь нужно сказать что вот в ближайшем будущем планируется некоторое сокращение этих объемов пусть незначительное но все-таки в сторону снижения но это возможно связано с тем что на уровне национальной обороны мы завершали этап такого массового перевооружения перехода на новые формы вооружений скорее всего здесь пойдут какие-то сокращения связанные как раз в том числе с тем что мы пойдем в сторону возникающих дефицитов бюджета и находить ресурсы для оптимизации придется примерно на сопоставимых уровнях с западными странами или с развитыми странами у нас идут расходы на национальную экономику это то что связано со строительством дорог объектов инфраструктуры с субсидиями разного рода производителям будь то сельскохозяйством будь то экспортером или малому бизнесу это все вот в этом четвертом разделе нас экономика но эти показатели обычно сопоставимы с теми которые есть в других странах я нарисовал какую-то общую картину что происходило в текущем году но в текущем году мы столкнулись с тем что пока федеральный бюджет ну оказался жизнеспособным с точки зрения его исполнения поскольку до по крайней мере даже начала мая не вступило еще соглашение ОПЕК плюс которое привело к тому что мы должны были пойти на сокращение добычи нефти мы не так уж сильно пострадали в кризис поскольку в других странах повышена доля малого бизнеса и понижена доля государственного сектора экономики а в текущем году это оказалось таким жизнеустойчивым что ли но в этой связи федеральный бюджет как раз оказался в более может быть выигрышном положении но это не значит что далее к концу года накопленность инерционная будет действовать и далее скорее всего все-таки не так и это еще связано с тем что государство в условиях все-таки не растущих запланированными ранее темпами доходов вынуждено пойти даже на увеличение расходов вот здесь приведен слайд как в понимании правительства идут на решение бюджетных задач задач бюджетной политики в условиях необходимости реализации большого пула антикризисных мероприятий и программ вы знаете что в этом году буквально как я говорю с колес пришлось придумывать механизмы поддержки предприятий малого бизнеса многие справедливо говорят о том что эта поддержка у нас оказалась запоздала и все-таки не такой большой как в других странах но тем не менее со стороны государства она тоже пришла мы понимаем что государство адресно стало находить наиболее социально уязвимые группы которым нужна была именно финансовая поддержка со стороны государства таковыми группами были признаны семьи имеющие детей и поэтому здесь была очень упрощенная процедура получения дополнительных пособий мы понимаем что у нас тоже резко произошел всплеск безработицы и более опережающими темпами причем росла безработица зарегистрированная и здесь стало необходимым тоже осуществлять поддержку со стороны государства и это все потребовало дополнительных финансовых ресурсов помимо того что нужно было фактически усилить и финансово обеспечить систему здравоохранения поэтому здесь пошли как раз по пути дополнительной поддержки при необходимости выискивания необходимости сокращения расходов по другим каким-то статьям в этой связи прогнозы которые сейчас ложатся в основу бюджета на ближайшую среднесрочную перспективу они основываются как раз на том что вот этот инерционный рост 20-го года уже прекращается он уже прекратился в середине года там есть некоторые точки перелома которые по-разному выглядят и год будет исполнен с очевидным дефицитом при этом мы понимаем что очень резко в условиях падения цен на нефть и еще вдобавок к тому сокращение которое было вызвано соглашением ОПЕК плюс запущенным с мая этого года мы сократим очень резко именно нефтегазовые доходы которые являются ну такими ключевыми для федерального бюджета в некоторые годы нефтегазовые доходы превышали даже половину федерального бюджета в девятнадцатом году были чуть менее двух пятых сейчас ожидается что они будут даже менее трети или там вы видите вот здесь написано 29 процентов от доходов такие ожидания то есть мы точно совершенно ну так скажем вынужденно что ли ушли от нефтегазовой иглы в части формирования доходов федерального бюджета по крайней мере и это создает определенные сложности мы понимаем что нужно теперь формировать бюджет в условиях сжимающихся доходов и не растущих по крайней мере расходов и в этой связи будет меняться структура расходов федерального бюджета как я уже сказал скорее всего сократятся расходы на национальную оборону будут увеличены резко расходы на здравоохранение пересмотра на само понимание некоторых там подходов к формированию других каких-то направлений рост общегосударственных расходов он там связан с особенностями некого такого бухгалтерского учета в данном случае то есть политика должна быть пересмотрена на федеральном уровне и она при этом будет сохранять свою приоритетную направленность в части необходимости достижения разного рода общенациональных целей национальных целей обозначенных в указах президента и которые реализуются через систему так называемых национальных проектов вот приоритетность финансирования или обязательность финансирования национальных проектов таких точек прорывного удара я бы сказал с точки зрения реализации экономической политики она наверное должна сохраниться и поэтому вот здесь в особой таблице приведены данные о том по каким направлениям из тех там 18 триллионов рублей которые предстоит там расходовать пойдут средства на отдельные национальные проекты и на решение задач не вошедших в эти проекты но связанных опять-таки с инициативами обозначенными вот в январском послании президента я говорил про федеральный бюджет и про то что здесь ну политика вынуждена корректируется скажем так но она еще более вынуждена корректируется в части бюджетов регионов здесь на самом деле мы понимаем что бюджеты регионов в части собственных налоговых и неналоговых доходов тех доходов которые напрямую поступают в региональные бюджеты они явно сократятся да эти доходы и с целью недопущения этого сокращения тех расходных обязательств которые регионы несут перед населением и бизнесом придется идти на резкое увеличение объема межбюджетных трансфертов поэтому ну пока кажется что этот всплеск в межбюджетных трансфертах 2020 года в 2021 году все-таки будет сглажен их снижением вот здесь в третьей строке где идут межбюджетные трансферты видно что на 2020 год мы в общем планировали их объем в размере там повышающем 2 триллиона рублей но уже сейчас видно что этот объем скорее всего составит 3,4 триллиона рублей происходит их резкий всплеск который ну и впоследствии нужно будет по некоторым направлениям сохранять и тем не менее идти на какие-то там пересмотры связанные с тем что суммарно регионы все равно окажутся в дефиците я некоторые слайды наверное пропущу потому что как-то витиевато рассказывал о федеральном бюджете и сейчас сосредоточусь как раз больше на региональных бюджетах хотя здесь обращу ваше внимание что посмотрите в записи выступления коллеги Зубаревич профессора географического факультета МГУ которая в рамках школы давала достаточно детальный разбор информации об экономике регионов в условиях кризиса и о том что наши регионы очень разные вот здесь на этом слайде показаны доля роль межбюджетных трансфертов из федерального бюджета которые они играют для каждого региона в его собственных бюджетах в доходах бюджетов регионов регионы выстроены по такому Росстатовскому принципу последовательно один федеральный округ за другим а далее в ранжированном порядке в начале слева идет центральный федеральный округ далее северо-западный затем южный северо-кавказский приволжский уральский сибирский и дальневосточный и вы видите что у регионов совершенно разные доли ну даже можно это просто не объясняя что там за параметр понять доли разные это доли еще раз говорю федеральных трансфертов в доходах региональных бюджетов вы видите что есть регионы в которых эта доля превышает даже 80% да они в середине этого графика и это северо-кавказский федеральный округ там есть республики та же ингушетия например где вот эта доля составляет в некоторые годы больше 90% то есть представляете что регион никак не сможет не может сгенерировать столько доходов чтобы покрыть те задачи которые там возникают перед населением и бизнесом и приходится все эти суммы компенсировать их значимую часть компенсировать за счет федеральных трансфертов это сложно понять жителям как раз регионов у которых высокая бюджетная обеспеченность которая относится к регионным донорам ну таким как например республика Татарстан где эта доля традиционно гораздо ниже да она все равно есть но поскольку здесь речь идет о всех трансфертах но она не такая высокая я в этой связи напомню вот и опять может такой совершенно опять-таки учебный может быть материал что трансферты тоже очень разные да есть дотации субсидии субвенции еще иные межбюджетные трансферты вот иногда говорят на самом деле а зачем такую сложную систему создают да ну потому что есть такое правило нельзя одним фискальным инструментом решить все задачи сразу да вот ну на самом деле не знаю можно привести разные примеры но даже когда родители дают денежные средства своим детям то они тоже говорят ну слушай вот тебе там средства для того чтобы ты там пошел купил каких-то продуктов вот тебе там средства еще там не знаю чтобы ты положил на счет моего там телефона а вот тебе там на карманные нужды ну вот я назвал как раз три основных вида межбюджетных трансфертов потому что на карманные нужды это называется дотацией да средства положить на мой телефон это средства которые я передаю ребенку для того чтобы он покрел мои расходные обязательства но я им делегирую выполнение этих обязанностей да это субвенции точно ну вот если вы прочитаете эти определения если это средства которые там не знаю мы дали ребенку для того чтобы он там не знаю сходил в кино или что-то там еще свое сделал но целевым образом обозначили это будут субсидии там вот ну примерно так же и на самом деле для взаимоотношений федерации регионы то есть на самом деле есть средства целевые и не целевые да дотации не целевые не окрашенные трансферты субсидии субвенции целевые и окрашенные соответственно идущие на определенные нужды и в этой связи вот роль дотации одна роль она видите тут желтым показана доля дотации в доходах регионов она опять везде разная синим объемы в рублях тоже очень разный для всех регионов есть субсидии субвенции да еще иные межбюджетные трансферты ну там которые ни туда ни туда не укладываются там совершенно другие картинки для будут для всех регионов то есть на самом деле инструменты которые используются во взаимоотношениях федерации с регионами разные и их нельзя никак в общем ну каким-то одним таким правилом описать но главное что я уже сказал в 2020 году пришлось общий объем трансфертов очень резко увеличить вот сейчас сравнивая сопоставимый период там 9 месяцев с периодом 2019 года объем трансфертов вырос на 50 на 60 процентов по субсидиям в два раза по целевым трансферам в два раза потому что шли средства на то чтобы помочь регионам решить задачи антикризисного такого управления при этом регионы на самом деле очень сильно влезает в объем государственного долга в объем долга который казалось бы вот последние годы у регионов даже начал сокращаться я только что сказал о том что на федеральном уровне объем госдолга не очень большой он на самом деле тоже не уж запредельный на региональном уровне если смотреть суммарно но если смотреть для отдельных регионов вот там выдаваться в детали графика мы не будем но если смотреть для отдельных регионов то закредитованность отдельных регионов очень высокая вот в Приволженском федеральном округе есть республика Мордовия у которой объем государственного долга то есть республиканского долга составляет более годового объема доходов бюджета и эта ситуация уже вот длится по-моему лет 5 примерно и никак не можем выйти из этого замкнутого круга никак не можем разорвать его и в этой связи государственный долг вот здесь столбцами показано как он был накопленным итогом суммарный объем показан что он рос у регионов до 17 года и потом федерация на самом деле смогла остановить этот процесс дать более жесткие требования для регионов регионы тоже сделали определенные усилия скажем так по оптимизации расходов по мобилизации доходных источников и государственный долг к началу 20-го года сокращался а далее вот таким заштрихованным столбцом показан госдолг который возник уже за первые 8 месяцев 20-го года вы видите столбец вырос причем в этом столбце если вы обратите внимание выросла нижняя составляющая покрашенная голубым цветом это объем бюджетных кредитов из федерального бюджета то есть госдолг регионов еще вдобавок всему рос все-таки в первую очередь за счет того что федерация несмотря даже на огромные увеличения объемов федеральной помощи в виде трансфертов вынуждена добавляла еще дополнительные бюджетные кредиты регионам чтобы только не допустить ситуации их несбалансированности бюджеты регионов в кризис повели на самом деле по-разному вот даже ну может быть тут предвестники такие кризисы если судить за 4 месяца марта апреля уже достаточно были тяжелые месяцы для многих и вы видите что как раз например Татарстан очень быстро также оказался в числе регионов у которых суммарный дефицит не по отношению к относительным не в относительных каких-то цифрах а в абсолютных объемах оказался достаточно большим и хотя самым большим потрясением 2020 год стал для бюджета города Москвы но бюджет города Москвы это все-таки самый большой у нас бюджет гораздо больше чем все остальные опять-таки ну разная ситуация была и даже по второму кварталу очень тяжелому для нас были регионы на самом деле которые и во втором квартале наращивали доходы хотя в некоторых там объем падения составлял более 40% понимаете то есть ситуация какого-то единого рецепта для региональных бюджетов здесь не существует они все ведут себя по-разному при этом пропадает экран нет при этом доходы на самом деле региональных бюджетов формируются за счет разных источников и два главных из них это налог на доходы физических лиц те самые 13% со всех заработных плат ну и плюс там некоторые еще платежи которые платят работодатели при выплате зарплаты работникам и налог на прибыль предприятий нужно сказать что даже по этим основным налогам при том что сокращение шло в большинстве регионов в некоторых регионах наблюдался рост поступлений по итогам первого полугодия в большей степени по НДФЛ меньше по налогу на прибыль в итоге что случилось вот к ситуации буквально текущего момента бюджеты регионов понятно дело уходили в минус уходили уходили они в минус как сказать постепенно но вот здесь красным я обозначил то что называется точки перелома там где негативные тенденции вдруг переломили все таки на какую-то стабилизационную фазу вот по доходам в целом доходы во втором квартале падали но уже с третьего квартала с начала третьего квартала они стали восстанавливаться да по отношению к предыдущим периодам при этом восстанавливаться они стали на самом деле не за счет налоговых неналоговых доходов поскольку их падение продолжалось а за счет резкого увеличения того что здесь названы безвозмездные поступления то есть тех самых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета которые активнейшим образом наращивались до августа месяца а потом ну все таки тоже стали наращиваться ну то есть не так сильно как раньше более всего упали поступления по налогу на прибыль и эта негативная тенденция шла вплоть до сентября налог на доходы физических лиц падал некоторое время во втором квартале но начиная с июля вновь стал расти сложнее ситуация с налогом на добычу полезных ископаемых он очень специфический поэтому наверное я не буду про него говорить но вы наверное должны тоже понять что НДФЛ который стал сокращаться во втором квартале просто не работали из-за карантинных мер многие он стал опять возвратно наращиваться в третьем квартале именно поэтому мы должны сейчас чувствовать что введение новых карантинных мер оно опять приведет нас к негативной ситуации второго квартала даже по НДФЛ я только бюджетную составляющую беру я не беру даже состояние предприятий самочувствия отдельных домохозяйств и так далее это вопросы других оценок я говорю про бюджет если говорить про налог на прибыль то ситуация очень негативная именно здесь мы проседаем понятно что предприятия оказались убыточными и это в свою очередь ведет к банкротствам опять-таки к анализу других каких-то причин или последствий я говорю только про бюджетную составляющую в этой связи ничего другого кроме как сейчас как увеличить продолжать пока увеличивающийся объем финансовой помощи межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по отношению к регионам предприятия не получается как бы мы этого не хотели но нет такой возможности на региональном уровне как на федеральном накопить нефтегазовые доходы которые у нас централизуются как правило и соответствующим образом их каким-то образом там расходовать скажу о некоторых перспективах в этой связи как рисовать их вот знаете мне поразила фраза которая проведена в интервью буквально на прошлой неделе первого замминистра финансов который ответственный как раз за формирование системы взаимоотношений с регионами спрогнозировать соотношение в данном случае госдолга регионов к собственным доходам ни субъект ни правительство не сможет вот такое заявление то есть мы живем в условиях того что мы сами не можем до конца понять а какова будет ситуация даже Минфин в этом признается он должен каким-то образом формировать эту самую межбюджетную систему трансфертов они получаются но в любом случае мы понимаем и ожидаем что ожидаем что в 21 году должен произойти какой-то отскок ожидаем вот скажем так отскок в том числе и в бюджетных в бюджетных регионов что они все-таки вот так уже падать как в 20 году по отношению к предыдущему году не будут и мы понимаем что на самом деле наращенный наращенный объем расходов региональных бюджетов придется сохранять потому что объемы на самом деле антикризисной поддержки объемы разного рода действий которые нужно будет осуществлять из региональных бюджетов он сохраняется но и в этой связи прогноз на самом деле сейчас стремится быть скажем так более оптимистичным чем он был еще вот весной то что я на что обращал внимание на предыдущих слайдах и в этой связи пока планируется снижение объемов межбюджетных трансфертов из федерального бюджета здесь в середине таблицы это обозначено но все-таки их повышенный объем по отношению к ситуации 2019 года ну и еще одна такая особенность в межбюджетных трансфертах здесь вот красным если смотреть на разного рода числовые параметры видно что федерации ничего пока придумать не может кроме как идти по пути их максимальной адресности увеличивается объем целевых трансфертов то есть субсидий он стремительно будет расти там в долях и в объемах по отношению к 2019 году и сокращаться в объеме нецелевых трансфертов которым является дотация ну и последнее здесь я хотел сказать что знаете сейчас возникает какая-то новая в целом взаимоотношение во взаимоотношениях федерации по отношению к регионам что будет выражено в бюджетной политике тоже федерация будет более детальнее отслеживать в регионах достижение отдельных целевых показателей по достижению различных национальных целей вот буквально в эти дни до конца октября обсуждается в правительстве среди законодателей новый уникальный документ который пока нет в нашей практике это единый план по достижению национальных целей развития и в нем появился очень интересный раздел связанный с региональным развитием вплоть до того что называется декомпозиция показателей национальных целей который не является сейчас у нас предметом с вами обзора анализа декомпозиции этих показателей до каждого конкретного региона если вот кому-то это интересно то непременно займитесь и посмотрите каким образом регион вписывается в систему достижения национальных целей отвечает ли он им по своему вот этому вкладу который у него складывается естественный или который ему обрисовывается на будущее это совершенно новая какая-то связка и в этом едином плане самое интересное все опять-таки прописывается и впервые связывается с бюджетными показателями поэтому нас ожидает какой-то новой новая волна новая связка стратегического и бюджетного планирования которое будет развиваться в ближайшем будущем поэтому подводя итог своему выступлению я хочу сказать что бюджетная политика она сохраняет свои базовые какие-то основы базовые принципы на которых она строится несмотря на там кризисность или несмотря на подъем то есть она работает всегда с учетом каких-то этих базовых принципов но в условиях кризиса а тем более в условиях пандемии 20-го года оказалось очень сложным ее формирование в силу высоких уровней неопределенности необходимости учета рисков того чего не было необходимости обеспечения финансирования тех самых антикризисных мероприятий и мер которые правительство вынуждено наращивать в условиях ситуации 20-го года спасибо большое я готов послушать вопросы у нас есть еще какое-то время я готов к этим вопросам вы знаете я вскользь сказал о мысли что мы вступили в эпоху новой нормальности или новой реальности по-английски new normal переводится на русский вот по-разному да этот термин сам появился в англоязычной литературе как раз после 8-9 годов когда на западе столкнулись с совершенно новыми непонятными для них как раз вот явлениями которые произошли и честно сказать мы все как бы ожидали что циклический кризис должен был подобраться в начале 20-х годов рано или поздно все ждали что циклический он вот исходя из установленных ранее принципов должен был бы прийти но тогда было непонятным что тогда было в середине десятых когда мы испытали тоже очень серьезные потрясения самого разного там характера поэтому я придерживаюсь с точки зрения что сейчас говорить о том что кризис в какой-то момент кто-то выключил и наступила эпоха подъема будет нельзя мы так и будем испытывать какие-то волнообразные явления накладывающиеся друг на друга в этой связи еще могу даже сказать посмотрите где-то неделю назад министр экономического развития выступая на обсуждении проекта бюджета на комитете Госдумы сказал очень интересную фразу он сказал давайте не использовать термин антикризис и антикризисные там меры потому что те действия которые предпринимает правительство сейчас они уже носят характер не антикризисный а там дополнительной социальной поддержки или дополнительной поддержки бизнеса помимо тех которые там были да и в этой связи вот ну как бы уже и там чувствует какое-то неудобное состояние что ну когда же кризис ну как его выключить непонятно поэтому я вот такой же точки зрения придерживаюсь я могу сказать что работать с бюджетом гораздо более ответственно чем работать в корпоративном секторе я думаю что большинство из вас все-таки пойдет работать в реальный сектор экономики вы столкнетесь с корпоративными финансами там будет правила и процедуры несколько более простые чем то что творится в государственном секторе я в этой связи хочу сказать что если вы вдруг встанете на путь работы в государственном секторе то будьте готовы к тому что на вас больше будет накладываться ограничений а при работе с бюджетом с государственным бюджетом нужно соблюдать такое золотое правило что финансировать можно только то что разрешено но не то что не запрещено это очень сложное правило а вот очень сложное в корпоративном секторе все работает по-другому там можно быть более спокойными в расходовании каких-то финансовых ресурсов если вы пойдете работать в госорган то вы должны понимать что вы расходуете эти средства на те задачи и цели которые вам предписаны а не на те которые вам кажется что могли бы быть правильными да ну нужно сказать что у нас достаточно большой источник доходов федерального бюджета составляет вывозные пошлины но они попадают они формально являются даже у нас не налоговыми платеж доходами лукавство просто может быть какой-то бюджетной классификации но в части вот вывозных пошлин это нефтегазовый сектор он у нас как бы превалирует над всем а что касается вот разных направлений таможенно тарифной политики она действительно идет бок о бок скажем так с налоговой и с бюджетной у нас уже уже пару последних лет единые вырабатываются основные направления бюджетной налоговой и таможенной тарифной политики то есть их разрывать друг от друга нельзя но сказать что то вот о них особенное что нужно но здесь находить большую составляющую я бы не стал превалировать эту роль ой слушайте но в эпоху пандемии вот я не сказал но у нас выработалось достаточно много инициатив в том числе в части доходов бюджета которые скорее всего будут у нас долгосрочными то есть это его во первых с одной стороны достаточно активное повышение сбора доходов то есть реально даже налоговая нагрузка мне кажется на определенной категории налогоплательщиков возрастет это мы понимаем что вот буквально по-моему вчера госдума одобрила изменение в налоговый кодекс в части повышения введение такой первого шага прогрессивной шкалы налогообложения ндфл появилась и уже утверждено было весной в рамках антикризисных каких-то вот этих мер введение ндфл на банковские на проценты по банковским депозитам у нас явно пересмотрены сейчас отношения по налогообложению малого бизнеса в широком его понимании если туда включить еще и самозанятых и это тоже но некая инновация а в части расходования средств но мне кажется некоторые инициативы пока еще недооценены вот например заявительный принцип получения льготы пособий для отдельных категорий граждан мне кажется это просто супер новация за которой нужно цепляться то есть я имею ввиду что когда пособие на детей граждане получали именно почти по заявительному принципу это в условиях в общем развития цифровых технологий сейчас становится очень легко проверяемо ну то есть и мне кажется это очень важная вещь со следующего года мы переходим на новую систему казначейских платежей не знаю насколько это вот но новационная такая вещь но это чисто технологически ну централизует и даст возможность ликвидации каких-то таких разрывов кассовых дефицита ликвидности в бюджете ну то есть здесь есть некоторые нюансы которые вроде бы введены в рамках антикризисных мер но они будут продлены есть мелкие инновации я ничего не играл например что в двадцатом году в законодательство ввели возможность предоставления бюджетных кредитов из региона в регион а сейчас и из муниципалитета в муниципалитет это прям в октябре по 15 октября принес закон то есть много новаций да мы еще до конца даже не осмыслили вот этот весь блок новаций в бюджетной политике и в инструментах этой политики введенных в двадцатом году да вы знаете вот я тоже придерживаюсь точки зрения такой что наверное его объем мог бы быть меньше но это вот специально как такой какой-то сделал момент который будет дискуссионным всегда так же как вот нужно ли повышать налоги так и вопрос нужно ли накапливать на черный день и когда эти накопления нужно расходовать и поэтому это у нас выражено в возможности корректировки бюджетного правила который формирует процесс накопления туда средств и расходований с фонда национального благосостояния здесь очень я говорю еще дискуссионный вопрос вот следующих лекциях вам наверное более даже детально про это скажут про эту дискуссию как она развертывалась но таково действующие там бюджетное правило если ответить коротко да если ответить расширенно то ну нашли наверное возможности не используя эти средства решать тот возможный объем задач который государство смогло сформировать в части поддержки мы можем критиковать их что вот ну почему не было там вертолетных денег или еще чего то но не пошли на это решили этого не делать поэтому и не нужно было столько средств да не так сильно у нас выросла там безработица чтобы было необходимо покрыть эти расходы но я еще раз говорю вопрос абсолютно диалектический то есть позиции и та и та будет верна значит объем трансфертов увеличился как я сказал вот накопленным итогом по отношению к сопоставимому периоду девятнадцатого года примерно на 50 на 60 процентов и прежде всего в первую очередь за счет субсидий объем которых вырос в два раза то есть но другие виды трансфертов в меньшей степени увеличились но тем не менее были выделены и специальные дополнительные дотации то что называется дотации на сбалансированность прошло два транша по 100 миллиардов рублей достаточно тоже большие сопоставимые цифры если объем там трансфертов в целом составляет там около двух триллионов до который был ожидается третий тот транш тоже на 100 миллиардов рублей то есть но увеличение заметное видимое во всех смыслах объяснимые что касается необходимо ли повышать их прозрачность на будущее знаете за на это такая кардинальная линия проводимой минфином и правительством что нужно максимально сейчас давать внятные правила игры в части трансфертов и весь объем распределяемых трансфертов максимально стремится утверждать в законе о бюджете просто есть такая вещь что в законе о бюджете на очередной финансовый год утверждается не вся их роспись по субъектам федерации но в девятнадцатом году ну достигли максимальных на этот счет значений но вот двадцатый год просто заставил при этом увеличить их объем в полтора раза что опять ну привело к снижению понятно дела этой прозрачности опыт стран не знаю мне кажется нужно оценивать будет все-таки спустя какое-то время потому что опять разные есть оценки правильно ли вели себя там шведы которые никому не помогали ничего не запрещали там но вот или нет и так далее тем не менее опыт европейского союза в целом мне кажется достаточно верный они очень быстро прям в конце марта сняли как раз те самые ограничения мастрихские которые у них наложены по предельным объемом дефицита и долга и позволили но более гибко проводить в связи с этой с этим политику но давать час оценки не готов не знаю а как страховать от падения доходов от нефтегазового сектора слушайте но это вот в целом развиваться экономику в обрабатывающих отраслях да мы должны здесь понимать что нужно стимулировать экспорт понять схватить просто удачу в сельском хозяйстве где я наблюдался подъем в двадцатом году неожиданно да и понять какова здесь каков вклад не допустить падение в разных под отраслях сектора услуг и в общем ну здесь идти по этому пути спасибо вам большое и успехов ну